Здравствуйте, уважаемые любители рок-музыки! Продолжаю вчерашний рассказ о гиге тяжелой музыки в клубе «Ласточка». Но сегодня я буду говорить не о самом мероприятии, а о той группе, которая там не выступала, но ради которой я приезжал на этот хэви-метал-гиг. Это группа «Инвертор». Но так как они не выступили из-за болезни двух его участников, то я смогу охарактеризовать их только по студийным работам, которые я смотрел и слушал в Ютубе. И сделаю я это для того, чтобы было понятно, почему я хотел побывать на их концерте. Первая и главная причина, почему я хотел послушать живое выступление «Инвертора» – это, конечно же, их музыка. Я только совсем недавно начал заниматься рок-музыкой вплотную, с осени 2019 года. И если с творчеством коллективов, играющих традиционный классический хард-рок в различных направлениях, я более-менее знаком, то уже с более современными командами, исповедующими различные разновидности хэви-метала, я, конечно же, знаком меньше. Но наверстывая упущенное. За это время познакомился с группами различных направлений металла и даже побывал на концертах многих западных групп. Но меня все-таки больше интересуют наши отечественные команды. В последнее время я смог побывать на концертах Аматори, Ауткаст, Вайлд Вейс и даже на исполнителях простейшего первоначального металла, таких как Эпидемия. Если кому-то это интересно, то в своих блогах я анализировал увиденное и услышанное. И, конечно же, я слушаю немало музыки и других отечественных хэви-метал-групп в Ютубе. Но то, что я слышу, знакомясь с отечественными металистами, это в основном однотипная подражательская эпигонская музыка в русле музыки западной. А группа «Инвертор» показалась мне интересной, пытающейся оторваться от музыкальных хэви-металлических шаблонов, оторваться от типичных заезженных приемов и ходов. Сами они называют свой стиль «уличный металл», ну или по-аглицки «стрит-металл». Если характеризовать их музыку уже устоявшимися терминами, то я бы сказал, что это интересная собственная версия метал-кора, его индивидуальное прочтение и развитие. В инстаграмовской версии этого блога я покажу несколько отрывков из их официальных клипов, чтобы проиллюстрировать свои слова. В ютубовской версии этого сделать не получится, так как там сразу же блокируют за показ чужого контента. Должен сказать, что музыкально это сделано очень хорошо. Интересно, оригинально и свежо. Хочу также отметить очень тяжелый характер их музыки. На самом деле это не так просто сделать, как многим кажется. Многие и наши, и зарубежные хэви-металисты, я не говорю уже о поклонниках тяжелого металла, думают, что накрутив примочками жирного гитарного звука, сделав ударные инструменты очень мощными и сочными, а также накрутив децибелы на полную катушку, ты сделаешь свою музыку тяжелейшей. Да, перегруженные гитары и мощные барабаны придают музыке тяжести, но главное не в этом. Тяжелая музыка, на мой взгляд, создается в первую очередь композиционным построением песни, нестандартными рифами, свингующими ударными, отбивающими доли с оттяжкой, с эффектом микроскопического запаздывания удара и основной вокальной партией, ритмически выстроенной не в простейшую маршевую долю. Именно такое сочетание делает музыку по-настоящему тяжелой, а не жирный звук гитары децибелы. И именно так играла группа Led Zeppelin, которая считается до сих пор одной из самых тяжелых команд в истории рок-музыки, хотя их музыка в сравнении с современным хэви-металом для непросвещенного уха покажется очень легкой. Напомню, что именно с появлением Led Zeppelin появился термин «тяжелый рок». Не тяжелый звук гитары барабанов, а оригинальные композиционные конструкции и удачные гитарные риффы Джимми Пейджа, талантливое смешение различных размеров ударных и гитар, свингующие барабаны Джона Бонхэма и ритмически разнообразный вокал Роберта Планта, несмотря на его чистую технику, без всякого скрима и гроулинга, делали их музыку тяжелой. Но если ты поешь все время по-попсовому в долю, а весь твой рифф сводится к тому, чтобы аккорды менять, до пуза чесать, равномерно восьмые или шестнадцатые доли отбивая, то как ты не хрипи, как ты не накручивай гитарный звук, как ты не колоти в барабаны, музыка от этого тяжелее не станет. Это будет все та же попса, только под тяжелые звуки гитар. Именно то, что я называю хэви-метал попса шансоном. А привел пример Led Zeppelin, я не для того, чтобы поставить инвертор на одну с ними доску, а для того, чтобы, во-первых, объяснить, что такое тяжелая рок-музыка, в моем понимании, да и не только в моем, не просто так, Led Zeppelin во многих рейтингах котируется как одна из самых тяжелых групп. И, во-вторых, для того, чтобы объяснить, почему я считаю инвертор действительно тяжелой группой. Потому что они как раз именно так подходят к созданию своей музыки. По крайней мере, из того, что я слышал. Композиционные решения у инвертора, на мой взгляд, оригинальны. В сравнении с тем, что я слышу со всех сторон от наших хэви-металистов. Тяжелые и оригинальные, и гитарные риффы. Здесь мое почтение Илье Санникову, другому гитаристу и басисту, с которыми я пока не знаком. Но также интересны рисунки и переходы на ударных инструментах. Все вместе с вокалом звучит очень тяжело. Теперь отдельно по поводу вокала. Кирилл Штранин, по моему мнению, отличный вокалист. Он хорошо владеет и чистым вокалом, и экстремальным. У него прекрасный слух, и он отлично интонирует. Как бы это ни показалось кому-то смешным, думающему, что в такой музыке можно кричать, а бы как, не попадая в тональность. И помимо этого, он разборчиво артикулирует свои тексты. Как правило, наши хэви-металисты поют так, что слов не разобрать. Кричат что-то расщепленными голосами, но что хотят сказать, непонятно. Слов вообще не разобрать. Из тех, кого я слышал, ну, Игорь Капранов из Аутка споет разборчиво и чистым вокалом, и скримом. И в инверторе фронтмен Кирилл Штранин поет разборчиво, старается донести до публики свои стихи. Но разборчивость текстов объясняется не только профессиональным мастерством вокалиста. У них и музыка выстроена так, чтобы не утопить слова в аранжировке. Инструменты контрапунктны по отношению к вокалу. И плюс у них вокальное разделение труда. Кирилл Штранин поет чистым голосом и скримом. Партии в технике Гроулинг исполняет, если я не ошибаюсь, Илья Санников. Поэтому слова у них разборчивы, по крайней мере, на студийных записях. Значит, им хочется что-то сказать людям, а не только показать, какие они крутые. Но, ознакомившись с их текстами, должен сказать, что здесь им оторваться от шаблонов хэви-метал-попса-шансона не удалось. Все те же обрывки мыслей, все тот же матерный эпатаж, эпатаж ради эпатажа. Чтобы не быть голословным, приведу выдержку из песни «Белое», из последнего их мини-альбома, который называется «Белое, синее, красное». Если рядом дети, то закройте им уши. И снова стиль здесь, снова пиздец, мечемся в тумане, ищем каждой суки гланды вырывая. И снова мы здесь, полный пиздец, в танце, как шаманы, перед ритуалом тучи разгоняя. И снова мы здесь, полный пиздец, снова всем пизда. Но согласитесь, очень поэтично и возвышенно. И главное, мудро. И если вы обратили внимание на название альбома, то он соответствует цветам российского флага. Бело-сине-красные. Я так понял, что и тут у них этакий шаблонный хэви-металл, попсошансонный протест против кровавого режима, который позволяет им творить, что хочешь, и играть, что хочешь, и петь, о чем хочешь. Ну, по поводу этих детских протестов против кровавого режима, я говорил в предыдущем блоге, если это кому-то интересно. Здесь повторяться не буду. То есть, в текстах инвертору не удалось оторваться от российских, хэви-металлических и панковских матерных шаблонов. Но музыка, повторюсь, нестандартна. И это то первое, что сподвигло меня на посещение их концерта, который, к сожалению, не состоялся из-за коронавируса. И вторая причина, почему я хотел посетить их концерт. Я бы сказал, даже торопился посетить. Я просто отчетливо понимаю, что это очень редкое стечение обстоятельств, когда в одном месте собирается и объединяется вокруг музыки некоторое количество творческих людей, которые начинают создавать нечто новое и необычное. И в то же время я четко понимаю, что с такими текстами денег не заработаешь, так как не прорвешься на большую сцену, где пахнет деньгами. Путь на большие концертные площадки, на радио и в телевизор для них закрыт. Это настоящий андеграунд. С такой музыкой будешь только на пиво сшибать по подвалам, развлекая неплатежеспособную гопоту и маргиналов. Я об этом также говорил в предыдущем блоге. А ребятам уже в среднем по тридцаточке. Скоро будут появляться семьи, дети, если уже не появились, которых надо будет кормить. А папа вместо того, чтобы деньги зарабатывать, маргиналов за кружку пива развлекает. Я желаю им долгой совместной творческой жизни, но с матом-перематом денег не заработаешь, поэтому продержаться вместе долго может и не получиться. Тем более развал может произойти еще и из-за творческих разногласий. Чтобы подтвердить свою мысль, проведу следующий факт. Бывший барабанщик группы Игорь Цвякович, хороший барабанщик, кстати, должен я вам сказать, которому уже 33 годика, в конце прошлого года ушел из группы со следующими словами, произнесенными в соцсетях. 4 года я занимался в этой группе бесполезными вещами, разбивая лоб об стенку. Что дальше будет с этой группой, меня практически не ебет. Не знаю, почему ушел барабанщик, может, из-за творческих разногласий, а может, из-за материальных вопросов, но факт остается фактом, не просто удержаться вместе творческому коллективу, если они не зарабатывают деньги своей музыкой. Вот еще, почему я торопился попасть на их концерт. Успеть хотел, пока они держатся вместе и создают нечто оригинальное. Но уже припоздал барабанщик, уже другой, вернее, барабанщица, Настя. Хорошая барабанщица, но уже другая, которая также заболела коронавирусом вместе с Кириллом Штраниным. И поэтому концерт в «Ласточке» был отменен. Надеюсь, что после выздоровления музыкантов я все же побываю на их живом выступлении. Желаю им скорейшего выздоровления и выхода на сцену. И еще желаю им поактивнее использовать свой талант и производить побольше новых песен. Хорошей музыки должно быть много. Напомню всем, кто забыл и тем, кто не знал, что талант отличается от обыденности не только оригинальностью и высоким профессионализмом, но еще и высокой производительностью труда. На сегодня все. Чтобы опять-таки не утомлять вас длинными блогами, завтра в заключении моих репортажей с фестиваля в Дюнах поговорим о группе Electric Indians. До свидания, друзья!